Сейчас, давайте 30 секунд дадим коллегам, может, гитар как у мальчика. Федор, мы с победой у вас, ваше мнение и впечатление, а ваше мнение? Я думаю, очевидно всем, что мы полностью контролируем этот матч, и победили заслуженно, имели еще больше моментов, могли забить еще больше голову, соответственно. Вот, я хотел бы сказать по судейству, я ни разу там за свой гарьер не комментировал его, но вот это сегодня в первом тайме то, что было в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах, и он вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА, я не знаю, если ее не отменят, то не все понятно с нашим чемпионатом, с нашим судейским корпусом. Я ему показываю, у меня там дырка на бутсах, а он говорит, я не видел, ты, мне кажется, симулировал в трех метрах стоять, где на повторе видел. Федор, дело в том, что было уже разъяснение, что можно отменить только красные карточки, но не желтые в соответствии с регламентом. А, ну отлично, все понятно тогда, молодцы у нас. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает. Почитайте вам умышленные. Ну, а вы как думаете, ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут там денег, да, бюджет, вот. И у нас сейчас ровное количество очков с ним, в следующем матче с ним совпадение. Он себя снивает, он стоит в трех метрах, он не видит, что там не бьют по ногам. Вы общались с ним и во время, после эпизода сразу, еще и в перерыве, когда уходили из поля. Какое объяснение было отсюда? Он говорит, да я увидел, что ты симулировал. Я говорю, как ты мупинишь, что я симулирую, если ты стоишь в трех метрах? Я говорю, а посмотрю, у меня на бутсах дырка от шипа. Ну, мне показалось, ты упал картинами. Я, как бы, я ни разу в симуляциях замечен не был, я, как бы, никогда не паду, когда там нет этого. Ну, я не знаю, молодец, у меня пятерка. Федор, не переживайте, что он попробует потом отомстить суду тем или иным способом за такие дела. Пусть сами себе обязательно. Если там не видно, ничего. Спасибо, пока.